Меня зовут Яловинская Инна Ивановна. Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как хронический тензелит, и лечении этого заболевания методом криводеструкции. Пациенты, которые страдают хроническим тензелитом, у них возникают определенные жалобы. Жалобы – это дискомфорт в горле, першение, и за счет хронического чага инфекции признаки интоксикации, которые включают субферебрительную температуру, слабость, недомогание. Хронический тензелит чаще всего возникает после перенесенной ангины. Но и бывают такие формы хронического тензелита, которые возникают на фоне частых обострений миндалин без ангенозной формы. Самостоятельно вылечить тензелит невозможно. Это с помощью только врача-утагинолога. Это связано с тем, что нужно правильно, во-первых, поставить диагноз, назначить перечень определенных обследований при этом заболевании и проводить правильную тактику введения в зависимости от результата обследования. Когда пациенты начинают самостоятельно выдавливать пробки всевозможными палочками, ложками, они травмируют дневную миндалину, и воспаление от этого не проходит, а может быть, наоборот, усугубление ситуации. В идеале пациентам, которые страдают хроническим тензелитом, посещать врача-утагинолога нужно два раза в год. При этом мы назначаем перечень обследования, которые нас интересуют, чтобы не пропустить осложнение хронического тензелита на другие органы системы и проведить определенные манипуляции, в частности, промывание миндалин, физиотерапевтическая терапия, ну и медикаментозное лечение. Когда пациент приходит на осмотр, сначала начинаем с обследования. Обследование включает, прежде всего, это взятие мазка на флору и чувствительность к антибиотикам, бактериофагам, клинический анализ крови, мочи, обязательно кардиограмма, ультразвук сердца. И назначается медикаментозная терапия в зависимости от флоры, ту, которую мы высеваем, в зависимости от проведенного обследования и осложнений на другие органы системы. Если требуется назначение антибиотиков, перорально, дальше назначение антисептиков местно, старые добрые наши физиопроцедуры. Физиопроцедуры – это лазеротерапия, фонофорестные миндалины, курс промывания миндалин. Хроническое воспаление емных миндалин – это очаг инфекции, который может давать осложнение на другие органы системы. Органы мишени – это сердце, почки, суставы. И тогда решается вопрос уже, если осложнение появляется, вопрос решается о хирургическом лечении. Поэтому все-таки хроническим танзелитом заниматься очень важно. Пациенты, те, которые страдают хроническим танзелитом, когда речь идет уже об оперативном лечении, не все пациенты готовы на эту операцию, потому что операция сложная, кровавая, ну и чревата определенными осложнениями. Как этап, завершающий медикаментозной терапии, мы можем предложить пациентам криодеструкцию днемных миндалин. Криодеструкция миндалин включает замораживание днемных миндалин. Жидким азотом – это вещество, которое обладает низкой температурой, минус 96 градусов. При этой процедуре происходит замораживание днемных миндалин и включение репаративных процессов в миндальных, самоочищение, плюс действие на бактериальную флору миндалин. Таким образом, мы можем попробовать избежать операции у таких пациентов, улучшить состояние слизистых днемных миндалин, задней стенки глотки, если это нужно, и улучшить микрофлору в полости рта. Эта процедура проводится неоднократно, она проводится с промежутком месяц, двукратно, и, возможно, ее повторение через полгода. Результата этой процедуры хватает от 6 месяцев до года, иногда и больше. Стоимость процедуры узнавайте на сайте. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на наш канал. В следующем видео я покажу, как проводится процедура и как работает аппарат. Субтитры сделал DimaTorzok